В Беларуси продолжаются вторые игры стран СНГ. Азербайджан на соревнованиях представляет около 200 спортсменов. К нам подключается Эмин Ахмедов, он находится в Минске и отслеживает ход соревнований. Эмин, здравствуй, где ты сейчас находишься? Какие последние новости? Здравствуй, Лидия, здравствуй, студия. Я на Харкосе, Витебске, город известный по проведению славянского базара. Но вот сейчас арена, и здесь совершились буквально плоско-назад соревнования по тайском боксу Май-Тай. Это полуфинальное соревнование, и здесь сегодня выступило 6 представителей Азербайджан. Днем ранее Хайлалиев посел финал, весовой категории 60 килограммов, у нас было там два бронзовых призера. А сегодня и шести представителей, финал пробился один. Отмечу, что весовой категории 54 килограмма. Хуат Гулиев уступил по финале, Имаму Гаджеву, спортсмен из России, Эмилер Зайву, 67 килограммов, уступила Валерия Алгу, это также спортсмен из России, и представитель Беларуси Романа Павлевичу уступил Нихад Шарану, представил всего 51 килограмм. Все трое спортсменов завоевали автоматически бронзовым медалем. Здесь не выход в финал, а автоматом дает спортсмену бронзовую награду. Также в двух других категориях спортсмены взяли бронзовую, это Мурат Сафар Алиев, 71 килограмм, уступил он в представительство Узбекистана, Аблатов Павлакферову. Молодые спортсмены у нас из Азербайджана, только имена появляются на мировой арене. Также бронзу Искандар Искандару, 57 килограмм, уступил он Артему Варидорскому, спортсмен из Белоруссии. И отмечу то, что да, были возможны какие-то ошибки, но не меня судят результаты по тому, что у нас бронзовые награды. 5 бронзовых наград, и в финал вышел Самандар Искандар, весовой категории 86 килограммов. Он победил представителя Туркменистана, Мухаммеда Джумердави, и таким образом у нас завтра здесь два спортсмена в финале. В самой категории 50 килограммов, в самой категории 86 килограммов. Мы вот сумели пообщаться с спортсменами, давайте послушаем, как бронзовый медаль свою прокомментировала Эмили Рцаев. Я сделала все, что было в моих силах. Главная цель – показать хороший бой. И у меня это получилось. В следующий раз результаты будут еще лучше. Для этого к следующим соревнованиям буду усерднее готовиться и тренироваться. И делаю все для достижения наилучшего результата. Ну что ж, отмечу еще тот факт, что помимо соревнований по муай-таю, здесь одновременно мы с этим соревнованием по боксу, самбо, карате. И вот у нас две бронзовые медали в карате. Сейчас стало известно. Майдин Садыхова 55 килограммов бронзы, инжиатистова бронзовая категория 50 килограммов. Также три серебряные медали у нас в боксе. Это были финальные поединки. И вот если теперь считать медаль за счет, у нас было в начале этого дня 7-10-19. Но вот теперь можно приплюсовать 3 серебряные медали. У нас 13 серебряных медалей теперь. И здесь получается еще 7 бронзовых. 26 бронзовых медалей. Скорее всего, золотых у нас остается 7. Равной семьи. Завтра еще есть соревнования. Два финала по муай-таю. Соревнования по карате в Могилеве. И сегодня соревнования по самбо. Поэтому будем ждать медали и сообщать вам о последних событиях. А мы сегодня подвигаемся с Литебска обратно в Минск. А завтра уже будет церемония закрытия. Подведем итоги и посетим церемонию закрытия на Минской арене. К этому часу все. Лидия. Большое спасибо, Эмин. Эмин Ахмедов отслеживает ход вторых игр стран СНГ, которые проходят в Беларуси.